Приветствую вас! Ну, вы, наверное, слышали, что составили рейтинг легкости ведения бизнеса, ну, во всяком случае, украинские средства массовой информации уже похвастались, что Украина заняла 76 место, российские, я думаю, тоже похвастались, что Россия заняла 35 место, но давайте посмотрим, что остальные сделаны. Напоминаю, что рейтинг считается 2018 года, но это считается за данные 2017 года, ну, так сказать, не спеша считать. Первое место, ну, понятно, там, Новая Зеландия, это так дальше. Насчет России я вам сказал, и обращаю ваше внимание, кто ж сосед России по рейтинге легкости ведения бизнеса. Япония, да, действительно, самое интересное, почему никто на это не противоволимает. А вот Украине немножко не повезло. Да, мы заняли 76 место, но сосед наш, 77-й, Киргизия, вот ты, господи, Узбекистан даже обогнал, бандит, давай бандит. Но я вам хочу еще про Польшу рассказать. А, Польша в этом рейтинге заняла 27 место, вот так вот, рядышком возле нее Испания, ну, и Таиланд. А теперь более детально, что в этом рейтинге, так сказать, получилось и как получилось. Смотрите, еще раз объясняю, рейтинг делается на основании документов. То есть, грубо говоря, нанимается аудитория, они анализируют документы, на основании этого делается рейтинг. Ну, ранее интересом можем посмотреть, как оценивает, в данном случае начнем с Украины, легкость ведения бизнеса в Украине, потом поговорим про остальные. Честно, честно. Итак, ну, первое, на первом оцениваться начало бизнеса. Начало. Ну, вот в данном случае Украина занимает 52 место и так дальше. Честно говоря, в Украине зарегистрировать компанию, ну, это проще не придумаешь. Ну, требований к установке фонда практически отсутствует. Все, чепка. То есть, у нас зарегистрировать компанию проще, чем в Германии. Серьезно, я не шучу. В Германии сложнее. Но, как вы понимаете, мало кто на это обращает внимание, конечно. Но, в принципе, нет. Дальше. Получение разрешения на строительство. 35 место. Вот этот показатель довольно сильно у нас вырос. В каком направлении? Да, у нас отменили довольно большое количество тростепенных разрешительных документов. Было, было куча всяких документов, которые, по большому счету, не очень-то были нужны. Не все где. Но их отменили. В результате рейтинг у нас очень сильно вырос. Но, сейчас я говорю, это тростепенно. Это не самое шею. Вообще, по большому счету, у нас после кризиса 2008-2009 существенно упростили процедуру, ну, скажем, получения разрешения на строительство. Проблем особоевых нет. Даже для небольших компаний. Да, до 2008 года было более сложно. Теперь, обращаю ваше внимание, у нас самый хуже показатель, вот, ну, видите, 128 место в рейтинге. Это подключение к системе энергоснабжения. Ну, здесь, действительно, есть проблема. Но, проблему довольно сложно решить. В каком варианте? Надо, действительно, внести существенные изменения в законы и перераспилить так званые мощности. У нас беда в чем заключается? Довольно много старых заводов, на которые заведены большие энергетические мощности. Но, их нельзя отобрать. Вот, если ведут РАП-тарифы, это сработает. РАП-тарифы предполагают, что, если вы мощность не используете, вы все равно за ее платите. Вот, тогда, действительно, собственники заводов, которые не работают, реально будут отказываться. А сейчас, получается, так. За это платить не надо? Пускай будет. По этой причине, да, тут, действительно, проблема однозначно в Украине по подключению к энергоснабжению. Вот вы дом построили, подключить, ну, кошмар. Ну, нет мощностей. Все. Регистрация недвижимости. 64-е место. Ну, наверное, так где-то есть. Тем более, там, ничего существенно не поменялось. Недвижимость в Украине довольно уже легко регистрировать. Есть и реестры, и все электроника. Ну, скажем так. Пришли к Натальюсу, хоп-хоп-хоп-хоп, зарегистрировали. Главное, чтобы было. Да, судится, да, ругается. Ну, это там, одна сотая. А так, в принципе, регистрация недвижимости давно уже нет проблем. Получение кредита, 25-е место. Ну, я тут смотрел, смотрел. Ну, это, конечно, издевается. Кредитование у Украины не работает. Намертво не работает. Просто не работает. Но, с точки зрения документов, сейчас объясню. У нас есть кредитное бюро. Да, есть. Это плюс. У нас есть кредитные истории по компаниям. Да, есть. Это плюс. У нас есть нормативные документы по кредитованию. Нас банк принял. Тоже плюс. Вот по этой причине получение кредита хорошо. 29-й месяц. Причем, по показателю, получение кредита мы, действительно, обогнали даже Испанию и Португалию. Бред, конечно. Ну, я, конечно, не знаю. Там, может, в Испании сейчас тоже напряг. Но нас вообще не дают. Не дают кредиты. Намертво не дают. Потом, защита инвесторов. Ну, машинитарных инвесторов. Ну, честно говоря, тут у нас ничего не поменялось. Хотя они тут добавили каких-то баллов. Ничего не поменялось. Плохая защита, честно говоря. Вот, к примеру, вы владеете небольшим количеством акций, хотите продать. Ну, а продать бывает практически невозможно. Ну, практически невозможно. Ну, нету на рынке, некому продать. А главное, собственно, говорить, я покупать не буду. Так что здесь. Уплата налогов. Смотрите. Это оценивается что? Во-первых, размер налогов. Количество налогов. И время, которое необходимо для сдачи налоговой, так сказать, декларации. Вот у нас самая большая проблема с сдачей налоговой декларации. Тут, действительно, больше 300 часов в год надо, чтобы сдать налоговую отчетность. А вот ставка налогов, количество налогов. Мы в лидерах. Не, серьезно. Мы входим в двадцатку стран мира, в которых самые низкие налоги, я имею в виду, и меньше всего налогов. Но вот по количеству времени, я говорю, у нас проблемы администрированы. Ну, торговля, это понятно. Внешняя торговля, здесь 119 место и ничего не поменялось. Ну, черт, я знаю, что там. Ну, по большому счету, да. Там очень, как была контрабанда, так и осталась. Так что здесь все гениально просто. Ну, вот такая. Там есть еще рейтинг обеспечения исполнения контракта. Он имеет в виду гражданские споры. Или, точнее, извиняюсь, хозяйственные споры в судах. Ну, по большому счету, тоже ничего не поменялось. Спорят судь. Да, ругают, надо еще лучше. Кто проиграл, ругают, что нечестно. Кто выиграл, все честно. И самое последнее. У нас была, есть и остается проблема банкротства. Украина занимает по этому рейтинг 149 место. У нас легко зарегистрировать компанию. Закрыть. Супер проблема. Это факт. Это действительно факт. Так что, тут я полностью согласен с этим. А Россия? Опа. Не, ну, в России показатель. А, самое интересное, смотрите. У нас есть такое издание. Ну, украинская правда вы, наверное, слышали. А там есть раздел экономическая правда. Это они напечатали статью, где показали, что в рейтинге свободы ведения бизнеса Россия поднялась, ну, как бы, быстрее, чем Украина. Такую, знаете, антиукраинская статья. По большому счету, понятно, почему они напечатали. Это наезд на Гройсмана и на то, что, видите, плохо. Но там так интересно обыграли, что когда был Еценюк премьер, ситуация улучшалась значительно лучше. А когда стал Гройсман премьер, это заказники несчастные. А теперь насчет России. Вот смотрите, опять же, начало бизнеса. Да легко, 28 место, без проблем. Получение решения на строительство. Да почти как в Украине. Ну, 115 место занимает, извиняюсь. Нет, у нас даже, у нас 35 место, а в России, видите, вот, наоборот, очень сложно получить решение на строительство. Видите, вот тут я даже ошибся. То есть в России проблема получить решение. Но подключение к энергоснабжению в России легко. Десятое место. А у нас аж 100, там, страшно сказать, какое. Идем дальше. Регистрация недвижимости. Супер легко. Вообще 12 место, то есть, ну, имеется в рейтинг 12 место, Россия занимает по легкости регистрация недвижимости. Ну, по большому счету права, я согласен. Нет, действительно, давно, когда-то приходилось стыкаться, еще до 2008 года, довольно, да нет особых проблем. Ну, понятно, есть какие-то терки, но это нормально. Получение кредитов. Вот, обращаю просто внимание, что практически в Украине и в России, ну, почти тот же рейтинг. 29 место. Ну, я, ну, говорю, я не знаю, конечно, как там сейчас в России, но кредитование работает. У нас вообще не работает. Такая же ситуация. Защита интересов от их монетарных инвесторов. Ну, честно говоря, поставить 51 место, ну, наверное, так и есть. Хотя тоже бывает проблема продать, есть маленький пакет акций в России. Хотя, да, все-таки бирж больше, больше рынка, фондового, там проще. Уплата налогов, обращаю ваше внимание. Россия заняла 52 место. Украина, Украина по уплате налогов заняла 51 место. Еще раз повторяю. Россия заняла 52 место. Украина 52 место. То есть, фактически то же самое. Это очень, когда вот ругают, там выше, там ниже. Нет, ребята. Ну, есть какая. Смотрите. По количеству налогов в России больше. Раз. По количеству, если исходить с точки зрения налоговой нагрузки, налоговой, сейчас гляну специально. Все-таки, ради интереса. Ну, надо же посмотреть. Налоговая нагрузка в России больше. Смотрите. У нас средняя налоговая нагрузка на прибыль, это пересчитал Мировой банк сразу говорю, получается 37%. В России 48%. Они считают, сразу говорю, они считают, что НДС возмещается. Они считают, что все законы соблюдаются. Они считают среднюю нагрузку на прибыль корпораций. С учетом, сколько вы платите налогов, сколько вы платите за нанятые рабочие силы и сколько у вас других акцизов и так дальше. Чтобы немножко правильно понять. Вот в России выше. Но, считается, что в России меньше времени надо, чтобы сдать налоговую отчетку. У нас больше 300 часов, в России 170 часов. Ну, так. Для интереса, кому это интересно. Что дальше? Ну, внешняя торговля, как видите, в России 100 место. То есть, тоже такая, как бы, не очень хорошая позиция. Что касается исполнения контракта. То есть, хозяйственные суды 18. Замечательно. И решение о закрытии компании 54 место. У нас хуже позиция. Но, как видите, в России та же ситуация. Получается, что закрыть компанию бывает, ну, сложнее, чем открыть. Бывает или нет? Ну, вот выскорить свое мнение. То есть, я говорю, это рейтинг. Опять, рейтинг делается на основании, как бы, документов. Ну, такая ситуация. А теперь, ну что, давайте пару слов о Польше. Я думаю, это будет полезно, познавательно. Потому что про Польшу мы как-то в последнее время часто сгадаем. Причем мне рассказать. Вот, есть Польша. Ну, смотрите, она пройдет близко, если так посмотреть, очень близко до Чехии. Видите? Ну, это логично. Это где-то логично. Ну, Венгрия, правда, хуже. Ну, Чехия, там, тридцатое место, Польша двадцать седьмое. Ну, почти рядышком. А теперь начинаем. Вот смотрите. Самое забавное, что в Польше очень тяжело зарегистрировать компанию. Польша по регистрации компании занимает сто двадцатое место. Да, 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 да. То есть, вот Украина, Украина чуть ли не в лидерах, а Польша слабочет. А вот, если забежать дальше и посмотреть, что касается закрытия компаний, Польша занимает два строй места. Да. То есть, Россия, Украина – это ужас закрыт, а Польша – это проще. Видите, какая у тебя ситуация? Нет. Действительно интересно. Просто многие люди не понимают. Вот. Я там. Стоп. Стоп. Это две большие разницы. Это две большие разницы. Ну, надо действительно сделать так, чтобы открыть компанию. Прочь. А дальше что? Ну, дальше. Решение на строительство. Польша – сорок первое место. Ну, так, наверное, и есть. Подключение к инвестиционным обженям – пятьдесят четвертое место. Тоже. Регистрация недвижимости – тридцать восемь место. То есть, грубо говоря, в России проще зарезать недвижимость. Да-да-да-да-да. Однозначно. Ну, Украина здесь проигрывает. Спорить не буду. Но. Получение кредита. Та же самая двадцать девятом месте. Ну, это просто умора. То есть, они хотят сказать, что кредит в Украине не работает, кредит в Польше тоже не работает. Наверное, что этот рейтинг, конечно, имеет такие перекосы. Дальше. Защита интересов бажерентальных инвесторов – пятьдесят первое место. Сложно мне ценить. Я хуже знаю фондовый рынок Польши по этой причине. Ну, наверное, так и есть. А теперь уплата налогов. Обращаю ваше внимание. Обращаю ваше внимание. В Польше – пятьдесят первое место. Напоминаю. В Украине сорок третье место по уплате налогов. А в России – пятьдесят трое. То есть, другими словами, если так сказать, что налоги уплачивать в Польше и в России – особо проблем нет. Так же? Так. Генеально. Почти нет. То есть, да и в Украине там сильно отличается. Но если посмотреть по поводу налогов, то, что чаще всего говорим. Сейчас скажем, это же все тоже несложно. Опять же говорю, это на основании нормативных документов. Значит, смотрите, налоговая нагрузка на бизнес. Еще раз повторяю. Пересчитал мировые банки – сорок процентов. В России – сорок восемь. Напомню. В Украине тридцать… сейчас… тридцать семь и пятьдесят. То есть, в Украине получается меньше всего налоговая нагрузка. Да, 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 да. Я понимаю. Да! То есть, с точки зрения теории. Ну, бизнесмен должен ломиться в Украину. Ты уже сможешь налог платить. Вот так вот. Потом, по поводу сдачи налоговой декларации. Скажем так, в Польше хуже ситуация, значительно хуже. 260 часов. Знаешь, говорил, что в Украине еще хуже, там, больше 300 часов. То есть, вам за год надо больше 300 часов, там, 367 точнее, чтобы сдать налогу. В Польше 260. А вот, в России, вообще, прелесть. 168 часов. Вообще, считается, чем меньше вы общаетесь с налоговиками, тем лучше. Но налоговая нагрузка выше. Вот так вот, забавно это все посчитано. Ну, что я вам скажу. Опять же ж, вы скажете, ну, не всегда можно верить, или это… это же рейтинг с точки зрения документов. Да. Я, честно говоря, в жизни не встречал ни одного настоящего бизнесмена, который обращал внимание на этот рейтинг. Ни разу не встречал. Ну, потому что, конечно, каждый момент, бизнес сложный, тяжелый. Причем, опять же, этот рейтинг рассчитан на основании документов. Нет, вы знаете, в разных странах бывает столько всех нюансиков. По этой причине, в действительности, если человек хочет заниматься бизнесом, в другой стране, то чаще всего он консультируется, узнает, нанимает компанию, потом делает. Но, с точки зрения политики, с точки зрения вот имиджа, рекламы, да. Еще раз напоминаю. Грузия занимает девятое место. То есть, теоретически, все зарубежные инвесторы, которые работают в Польше, ну, в Украине, само собой, разумеется, в России, должны закрыть бизнес и открыть только в Грузии. Только в том же самом лучшем деле бизнеса. Да? Ну, исходя за это рейтингом. Спасибо.